Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. О том, как мошенники обманывают ульяновцев, предлагая подработку, вы узнаете в этом выпуске. По данным ОМВД России по Ульяновской области за 2023 год зарегистрировано более 2500 случаев хищения имущества обманным путем. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, превышает 500 миллионов рублей. В ноябре 2023 года жительнице Ульяновского в мессенджер пришло сообщение с предложением «Легко заработать». Способ получения дохода пришел все девушки по душе. С псевдоработодателем завязался разговор, где ей объяснили, что необходимо перейти на одну из крупных платформ торговых, где требуется выставлять лайки тем или иным товарам. Также товары необходимо было выкупать за деньги с кошелька стороннего сервиса. Пополнять при этом счет нужно было из собственных средств. Такие действия были необходимы якобы для поднятия рейтинга продавца на платформе. Первое время за работу девушки действительно платили. Получается, ты лайкаешь, они платят тебе деньги 300 рублей, на второй день они попросили выкупить их товар, потом они прислали как бы за это оплату. На этом потерпевшая хотела остановиться, забрав то, что уже заработала. Однако псевдоработодатель сообщил ей о допущенных ошибках при осуществлении закупок и отказал в возврате денег на общую сумму 91 тысячи рублей. После этого жительница Ульяновска поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Похожей ситуацией оказалась и 39-летняя жительница села Большое Нагадкино. В июле 2023 года она увидела в мессенджере интересное объявление о подработке. Сначала ее также просили ставить лайки, а потом сделали якобы более выгодное предложение – заработать на покупке товаров и оформлении возврата на них. Я отправлял денег. Сначала просили меньшую сумму, потом все больше и больше. В итоге я не смогла заплатить такие большие суммы и возврат мне не сделали. Сначала потерпевшая вложила 6 тысяч рублей, а заработала полторы тысячи. Затем мошенники уговорили женщину вложить еще около 40 тысяч рублей, на которые оформить возврат уже не вышло. После этого злоумышленники перешли на шантаж. Таким образом она лишилась 140 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Реализуют свою схему мошенники не только на маркетплейсах, но и на медиаплатформах. Так, летом 2023 года жительницы Ульяновска предложили подработать на сайте онлайн-кинотеатра. Началось все с безобидных лайков. Затем девушка стала покупать онлайн-сеансы для продвижения кинотеатра. Несколько раз на этом ей удалось заработать и выйти в плюс. Я проверила и дальше начала играть. Уже у них изменились правила, они просили уже вкладывать какую-то сумму, и потом мне возвращается с процентами. Я вложила 870 рублей, мне вернулось 1200. Я решила попробовать, там были уровни, 10 уровней, то есть по сумме. Я решила попробовать побольше суммы, чтобы побольше заработать. Вложила 11 тысяч, мне вернулось 15. Затем потерпевшая отправила еще 33 тысячи рублей, после чего начались проблемы с выводом денег. Внезапно появились комиссии и налоги на прибыль от псевдоработодателя и якобы сбои в работе сервиса, с которого поступает заработок. Однако настаивать на новых переводах от потерпевшей злоумышленники продолжали. Вложив порядка 800 тысяч рублей, ей вывезти заработанные денежные средства не удалось. Стоит отметить, что часть денежных средств являются кредитными. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Рассылки с предложениями о подработке приходят, как правило, в мессенджеры и соцсети. Прежде всего, в таких объявлениях должны показаться подозрительными несоответствия обязанностей и зарплаты. Конечно, когда за 5 лайков, за какие-то минимальные вложения, будь то времени или физических ресурсов, предлагают высокую заработную плату, это тоже должно насторожить человека. И лучше от этого отказаться, дабы потом, впоследствии, не попасться на уловку мошенников и уже не прийти в органы внутренних дел и писать заявление о мошенничестве. Легкие способы заработка вам могут предложить абсолютно на любой онлайн-платформе. Чаще всего злоумышленники создают сайты-клоны известных интернет-площадок, в точности копируя стиль и дизайн бренда. При этом не важна ни тематика платформы, ни вид услуг, которые там якобы оказывают. Главное для мошенников – реализовать преступную схему. Как правило, эта схема достаточно простая и незмысловатая. Начинается все от простановки лайков, заканчивается все вложением тех или иных денежных средств потерпевших. Выкуп товаров, за которые впоследствии обещают вернуть с процентами. Либо приобретение билетов в кино или от кинотеатров для повышения рейтинга кинотеатров. Получают деньги от своих жертв злоумышленники различными путями. Кто-то переводит деньги мошенникам самостоятельно по реквизитам. Иногда злоумышленники предлагают открыть счет, чтобы якобы перечислять туда оплату за услуги. Просят зарегистрироваться на каком-то стороннем ресурсе, завести личный кабинет и уже вводить туда деньги свои личные. Но при этом мошенники имеют доступ к этому личному кабинету и могут выводить денежные средства также. В отличие от инструмента безопасной сделки, где гарантом выступает онлайн-площадка, куда и исполнитель, и заказчик вносят деньги, счетами на сторонних ресурсах управляют, как правило, работодатели, полностью контролируя вывод средств. Поэтому, если вы столкнулись с мошенниками, то сумма на таком счете для вас всего лишь красивая картинка, созданная для того, чтобы вас обмануть. После того, как вложение со стороны исполнителя сделано, горе заказчики выводят деньги с общего счета и пропадают. Тем, кто переводил деньги по реквизитам, злоумышленники отказывают в оплате под различными предлогами. Они могут получить, потерпевшие получают отказ достаточно быстро, потому что и мошенники аргументируют этот отказ тем, что человек нарушил какие-то правила при приобретении товара, либо еще какой-то повод находят, чтобы не выплачивать. И как можно дольше держать человека в невидении и пытаться как-то его расположить к тому, чтобы он продолжил вкладывать денежные средства в эту схему. Заканчивают выкачивать деньги преступники лишь тогда, когда жертва понимает, что ее обманули. Попадаются на уловки мошенников и люди в зрелом возрасте, и молодежь. Если в соцсети или мессенджер вам поступило сообщение с предложением подработать, обратите внимание на соразмерность требований и оплаты, форму и способ оплаты, необходимость вкладывать собственные деньги. В случае, если в объявлении недостаточно информации или она неоднозначна, лучше от подработки отказаться. Если вы находитесь в поиске дополнительного источника дохода, отличным вариантом может стать трудоустройство по совместительству. В соответствии с действующим трудовым законодательством, конкретно статья 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации, предусмотрена возможность осуществления трудовой деятельности по совместительству. Соответственно, на ум приходит сразу 282 статья Трудового кодекса Российской Федерации, в которой дано определение понятию совместительства. По совместительствам понимается трудовая деятельность, осуществляемая работником, свободная от основной работы время по трудовому договору. Работать по совместительству могут практически все, за исключением несовершеннолетних тех, кто работает с вредными условиями труда, а также представителей отдельных профессий, например, водителей авто. Совместительство бывает двух видов – это внутреннее совместительство и внешнее совместительство. При внутреннем совместительстве работодателем у работника выступает одна и та же организация, и работник осуществляет трудовую функцию на нескольких должностях, на нескольких рабочих местах. В том числе это могут быть и аналогичные места. Если мы говорим про внешнее совместительство, то, безусловно, в данном контексте у работника имеется два различных работодателя. Однако, согласно 284-й статье Трудового кодекса Российской Федерации, продолжительность рабочего времени при совместительстве не должна превышать четырех часов в день. В выходные дни на основном месте работы подработке можно посвятить целый день. В Ульяновской области совместительство широко распространено в сфере услуг. Пользуется спросом подработка официантам, курьерам, охранникам, грузчикам. Но это далеко не все, что предлагают местные работодатели. В частности, могут быть ряд экспедиционных компаний, берут по совместительству к себе работников. Но и в целом также в бюджетной сфере совместительство также распространено. Все более популярным вариантом легальной подработки становится самозанятость, ведь она подразумевает свободный график работы. Более того, самозанятость может быть в некоторых случаях и основным источником дохода. Самозанятость подразумевает под собой осуществление такой трудовой деятельности, которая не позволяет нанимать к себе работников. То есть это человек, который работает сам своими руками. Более того, если мы говорим про, скажем так, интеллектуальную отрасль, то различные аналитики, аналитики больших данных, то есть IT-сфера тоже достаточно вовлечена в данное направление. Оформить самозанятость можно не на все виды деятельности. Запрещенными видами работ являются, например, добыча полезных ископаемых и перепродажа товаров другого производителя. Кроме того, для самозанятых действует специальный налоговый режим. По данным Федеральной налоговой службы, налог на профессиональный доход для самозанятых от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав составляет 4% при работе с физическими лицами, 6% с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. При этом максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, то есть 200 тысяч рублей в месяц. Зарегистрироваться как самозанятый и платить налоги можно в режиме онлайн. Вложений для постановки на учет также не требуется. Благодаря легкому старту и минимальному риску направление становится все более популярным в Ульяновской области. В 2023 году в регионе насчитывалось более 50 тысяч самозанятых. Быстро найти подработку и дополнительный источник дохода бывает сложно, но лучше выбирать надежные пути. Чтобы честно получить прибыль, а не влезть в долги. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова